Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Налоговиками Рязанской области проводилась декларационная кампания по побуждению потенциальных декларантов к представлению в налоговой инспекции соответствующей отчетности. В результате поступило более 10 тысяч деклараций, а сумма налога к доплате составила 104 миллиона рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 11%. Каковы были особенности проведения декларационной кампании и что ждет тех, кто не представил декларации? Мы поговорим с заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы Рязанской области Лощеновым Алексеем Васильевичем. Закончилась декларационная кампания 2016 года и скажите, пожалуйста, чем она отличалась от кампании предыдущего года? Наверное, началось сказать с того, кто участвовал в проведении декларационной кампании. В первую очередь она была обращена на физических лиц, получателей доходов в 2015 году, в отношении которых не было удержано налог на доходы физических лиц. Если говорить о конкретных ситуациях, то, конечно, это в первую очередь индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения. Физические лица, которые получали доходы, например, от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, которые продлежат им. Физические лица, получившие доходы от отчуждения объектов недвижимого имущества периодом владения имени трех лет. Физические лица, получившие доходы при отчуждении доли в уставном капитале, хозяйственных товарищей обществ. Ну и другие категории физических лиц, которые традиционно являются протестальными декларантами. В этом году декларационная кампания проводилась до 4 мая. Необходимо было представить декларацию по форме тренинг ДФЛ в налоговую инспекцию комиссии своего жительства. Ну и принципиально три отличия, на которых я обращу внимание, соответственно, от декларационной кампании прошлого года. Первое отличие. Мы обязанным лицам в этом году налоговики не направляли письма уведомления о необходимости исполнения соответствующей обязанности. Уже многие привыкли к проведению такой декларационной кампании. Обязанность предусмотрена налоговым кодексом, поэтому почтовые расходы достаточно существенные были на направление этих предупредительных писем. Поэтому мы решили не направлять соответствующие письма и напоминания. Но теперь будем активно работать с теми физическими лицами. Мы уже им направим предписания о необходимости представления деклараций, которые не отчитались о своих налогооблагаемых доходах. Второе принципиальное отличие. Что в этом году можно было представить декларацию по форме тренинг ДФЛ с использованием интернет-сервиса личный кабинет налогоплательщика. Это очень удобно. В интернет-сервисе можно сгенерировать неквалифицированную усиленную электронную подпись, подписать бесплатно, причем генерация существует с такой подписью, подписать электронную декларацию по форме тренинг ДФЛ и представить налоговый орган. Ну и третье. Мы установили еще один новый дополнительный информационный поток с органами Росреестра, с иными регистрирующими органами для того, чтобы выявить физических лиц потенциальных декларантов. Мы получили отдельную массу информации, соответственно, по отчуждателям, например, объектах недвижимого имущества, цена сделок, по которым превышает 1 миллион рублей, по арендаторам объекта недвижимого имущества и так далее. Это с использованием этого нового информационного потока, который мы на официальных основаниях получили от регистрирующих органов, мы четко сформировали список потенциальных декларантов уже с наиболее крупными суммами, соответственно, и работаем уже предметно-адресно по этому списку. Какие категории налогоплательщиков оказались самыми активными в этой декларационной компании? Да, ну в целом, наверное, промежуточные итоги необходимо тоже подвести. У нас на 11% возросла сумма налога к уплате, по итогам этой декларационной компании, более 104 миллионов рублей. Но я скажу сейчас, наверное, о проблемных вопросах. Какие это? Мы традиционно оцениваем результаты приведения декларационной компании по выполнению процента, по достижению процента физических лиц, отчитавшихся у своих налогооблагаемых доходов от количества обязанных. То есть сопоставляется потенциал, берется за 100% количество обязанных лиц, которые по тем или иным основаниям, частично их уже назвало, обязанных были приставить декларацию по форме 3 НДКЛ, и сравнивается с общим процентом отчитавшихся. Так вот, во многом, по причине того, что мы не направляли информационные письма и предупреждения, у нас процент доли от обязанных, отчитавшихся, она сократилась. Но в отношении физических лиц порядка 61% сейчас отчитали со своих налогооблагаемых доходов. По индивидуальным предпринимателям это 69%, ну и 80% по остальным категориям обязанных налогоплательщиков. И вот в первую очередь сейчас внимание налоговиков будет обращено на тех физических лиц, которые не исполнили в установленном порядке свои обязанности. Мы с ними уже будем работать более предметно, детально и направлять, о чем я уже говорил, письмом предупреждения, соответственно. И в настоящее время ставится вопрос о привлечении их к ответственности за неисполнение обязанностей по декларированию налогооблагаемых доходов и выплате налогов. И я еще раз напомню, что срок представления налоговой декларации у нас прошел, и впереди срок уплаты налога. Проводится камеральная проверка налоговиками налоговой декларации, а срок уплаты НДФЛ из доходов, полученных в 15-м году, по которым не был удержан НДФЛ, уже физические лица должны заплатить этот налог декларанта до 15-го июля. А есть ли возможности тех, кто не предоставил вовремя справку НДФЛ, еще каким-то образом предоставить? Ну, конечно, конечно, да. Наоборот, мы рассчитываем на то, что под воздействием, в том числе информационной среды, все-таки эта обязанность, она будет исполнена. Ну, и главным образом, конечно, сейчас уже налоговики будут коммуницироваться с такими недобросовестными налогоплательщиками. И в настоящее время, конечно, остается обязанность представить соответствующую декларацию, несмотря на истечение общего срока. И еще один момент, на который я хочу обратить особое внимание. Не нужно путать представление декларации по форме 3НДФЛ обязанными лицами, которые получили доход, в 15-м году с которого не был удержан налог на доходы физических лиц, и представление декларации по той же форме 3НДФЛ теми физическими лицами, которые получают всевозможные виды вычетов. Например, имущественная налоговычет. Так вот, для использования вычетов сроки действующим законодательством для представления налоговой декларации они не регламентированы в течение налогового периода. Поэтому нужно четко понимать, если ты не исполнил обязанность, да, у тебя есть сегодня возможность представить налоговую декларацию, но уже с обременительными для тебя административными издержками в виде административных штрафов, соответственно, ну а по вычетным декларациям нужно представлять еще не сегодня. Ну, хотелось бы представлять, что будет тем, кто не представил вам соответствующую декларацию. Да, какие правовые последствия, соответственно, выступают для этих лиц, я, наверное, о трех значимых правовых последствиях расскажу. Конечно, это в первую очередь ответственность прав 119 статья налогового кодекса. Размер этой ответственности это 5% от величины налога, подлежащего уплате, от величины НДФЛ, подлежащего уплате с этих доходов. Причем заказ для полной и неполной месяц просрочки, в нем не более 30%, а не менее 1000 рублей. То есть такая формула, она достаточно традиционно уже сложившаяся, применяется налоговиками к таким недобросовестным налогоплательщикам. Второе последствие, если величина неуплаченного налога составляет крупный размер, то вообще предусмотрена уголовная ответственность по 198 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, поэтому до этого, конечно, лучше не доводить, особенно по крупным видам доходов, по которым не отчитались физические лица. Ну и третья, наверное, составляющая, мы направляем сейчас предписание о необходимости исполнения этой обязанности, предусмотренной налоговым кодексом, и за неисполнение этого предписания предусмотрена административная адресная статья 19.5 Кодекса России об административных правонарушениях. Если это предписание не будет исполнено, то, соответственно, также будет примет меры административного воздействия к тем физическим лицам, которые не предоставили его в декларации. Поэтому спектр нет, достаточно широкий, он применяется очень активно налоговиками, и я сказал, порядка 60% у нас отчитались, вот в отношении оставшихся 40, это значительное достаточное количество налогоплательщиков, мы еще раз призываем не дожидаться стука налоговика в свою дверь и получения соответствующих предписаний и штрафных санкций, а отчитаться, несмотря на прошедший срок для представления соответствующих деклараций, отчитаться своих налогоблагаемых доходов. И хотелось бы в следующей беседе, наверное, уточнить, какие изменения ожидают физических лиц-получателей доходов, о которых необходимо сообщать налоговым органам? Да, я, наверное, сконцентрирую внимание наших телезрителей на трех принципиальных таких изменениях. Первое из них, начиная с 1 января 2016 года, доходы, полученные при отчуждении объекта недвижимого имущества, периодом владения менее 5 лет, у продавца менее 5 лет, они подлежат налогобложению. До 1 января 2016 года установился срок 3 года для такого владения. Теперь, соответственно, если в течение 5-летнего периода времени отчуждаете область недвижимостью, то эти доходы, полученные в связи с отчуждением объекта, они подлежат налогобложению. Законцентрирует здесь делать ряд исключений. Какие исключения? Если вы получили первичный объект в режиме приватизации или по договору дарения, по наследству, то в этой ситуации остается трехгодичный срок для декларирования оснащивающего дохода. Сюда же относятся и принципиальные изменения по поводу цены сделки. До 1 января 2016 года налоговики определяли размер дохода, с которого необходимо удержать НДФЛ, в зависимости от цены сделки, которые указаны сторонами. Например, подарить квартиру, указывать цену сделки 1 миллион рублей. И, соответственно, оно, как правило, здесь стороны пользуются имущественным вычетом на область доплатения. Так вот, теперь с 1 января 2016 года цена будет определяться в размере 70% от кадастровой стоимости. На 1 январе года, в котором осуществлялось отчуждение объекта недвижимости. То есть мы теперь будем определять величину дохода как 70% от кадастровой стоимости. Если цена сделки, цена сделки по этому объекту недвижимости, соответственно, меньше кадастровой стоимости. Ну и еще один момент, на который я обращаю внимание, в отношении налоговых агентов, которые сообщили нам о выплате налогооблагаемых доходов физическому лицу, по которому не был удержан НДФЛ. Так вот, с этого года в отношении таких физических лиц будет направляться налоговое давление. То есть им не придется представлять соответствующую налоговую декларацию, они получат величину налога, расширенную налоговиками в налоговое давление. Ну и последнее такое принципиальное изменение, на которое я обращаю внимание, конечно, это положение 130-го федерального закона по коммуникации с налогоплательщиком через личный кабинет. В чем смысл этих изменений? Если налогоплательщик имеет доступ к личному кабинету, по общему правилу, теперь налоговики будут направлять им соответствующие электронные документы только через личный кабинет налогоплательщика. За исключением случаев, когда сам налогоплательщик изъявит желание представить соответствующие давления о возможности получения документов по почте. Поэтому три принципиальных таких изменения можно отследить в налоговом кодексе, соответственно. Большинство из них уже будет применяться при декларационной контракте 2017 года. В нашей студии был завеститель руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области Алексей Васильевич Лащенов. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова